Это Освальд, он тут еще оригинал. Мы нашли его на улице. Наденем ей ошейник? Так, она у нас шериф. Это Биди. Мы ее называем шериф Биди, потому что она нас тут всех встроит. Она тут самая главная. Она уже довольно пожилая дама, 13 лет, но спуску никому не дает. Биди Чихуахуа, она попала в приют в начале эпидемии ковида. Ее хозяин одним из первых умер от ковида. Мы обе работали в приюте для животных, там и познакомились. И вот однажды раздался звонок о собаке Винчестере, штат Вирджиния. Я там как раз живу. Собака была очень маленькой, где-то полтора килограмма. У нее не было нижней челюсти, язык болтался. Она не могла ни есть, ни пить. Все ее тело было в какой-то гадости. Мы подобрали ее и отвезли ко мне. По дороге домой я думала, что она умрет у нас на руках. В таком она была ужасном состоянии. Мы начали лечить ее, круглосуточно ухаживать за ней. И мы нашли людей, которые это все с ней сотворили. Мы оказали достаточное давление на полицию, службу контроля за животными, а потом и на судью, чтобы эти люди ответили по закону. Собака не дожила до того, как они понесли наказание. Она прожила только три месяца. А спустя год ее бывшие хозяева-мучители отправились за решетку. Так мы поняли, в чем наше призвание. Мы назвали ее чудо, Мирикл. Коротко Мири. И в честь ее назвали приют для пожилых собак. Приют Мири. Вот Шушайн. Он у нас в прошлой неделе. Чтобы его постричь, ему пришлось дать снотворное. Его не стригли очень долго. Часто хозяева специально не хотят навредить им. Они просто не заботятся о собаке. Не понимают, что нужды собак так же важны, как и их собственные. Даже такие вещи, как стрижка, если у тебя маленькая собака, вроде пуделя или собака длинношерстной породы, стрижка таких собак обходится дорого. Но если не стричь, могут возникнуть многие проблемы со здоровьем. Как мне кажется, люди этого часто не понимают. И со временем недостаток внимания достигает точки, когда становится абьюзом. Это у меня вызывает гнев. Я стараюсь никого не судить, просто фокусироваться на собаке и все. Но бывают просто запредельные уровни безответственности. Я стараюсь никого не судить, просто фокусироваться на собаке и все. Это Сиси. Она мопс. Ей 11 лет. Ее хозяин ее очень любил, но, к сожалению, у него деменция, и он оказался в доме престарелых. Она провела дома в одиночестве 6 недель. Ее навещали крайне редко. Семья хозяина занималась другими делами. Это Кенди. Она немного стесняется. Она очень сладкая девочка. Она с нами живет дольше всех, почти 5 лет. Когда мы ее только взяли, она так всего боялась, что безвозно сидела 2 недели под кроватью. Это Джулс. Он с нами с прошлой недели. Он довольно старый Йоркий. Ему 14 лет. К сожалению, хозяева решили, что из-за возраста Джулса и медицинских проблем забота о нем больше им не под силу. Он почти слепой, но отлично общается с другими собаками и ориентируется в пространстве. Наша задача – обеспечить их безопасность. Иногда они уходят здесь. Умирают на наших глазах. Мы провожаем их к радужному мосту. Такое есть выражение. Это бывает очень сложно. Очень тяжело психологически. А проработать эту душевную рану не получается, потому что появляется другая собака, и о ней надо позаботиться. Я нашла свой путь заботы о ближних. Это особое чувство. Я люблю собак. Я занимаюсь этим всем для моего собственного выживания. Если я не буду помогать кому-то, помогать вот этим животным, я просто потеряюсь в мире, потеряюсь в темноте. Мы обязаны продолжать. Мы должны найти им новые семьи. Мы можем помочь им обрести лучшую, более комфортную жизнь. Это джипси. Китайская хохвата. Мы думаем, что дефект лапы у нее врожденный. Эти собаки настолько редкие, что их часто подвергают имбридингу, и от этого возникают подобные дефекты. Но она справляется хорошо. Она и не подозревает, что не такая, как другие.